Судьи взыскать с врачей полтора миллиона рублей. Мать понимает, что после того, как медики совершили ошибку, её единственному ребёнку уже вряд ли чем-то поможешь. И деньги ей нужны лишь для того, чтобы хоть немного продлить его существование. Подробности у Екатерины Артюнян. Я не знаю, что произошло. То, что он лёг на операционный стол, был нормальный ребёнок, и то, что он потом не проснулся. Ольга Герасимова уже четвёртый год ухаживает за своим больным сыном. Женя не может самостоятельно передвигаться, есть и пить. Ничего не видит и не говорит. Проснулась моя сутночка, проснулась моя капелька. Мы теперь можем на лимпиаду вместе как и поднимаемся, и зарядкой занимаемся. Он не отслужил в армии полтора месяца и даже не успел принять присягу, вспоминает Ольга. Когда у Жени случился приступ аппендицита, его отвезли из части в ближайшую больницу. Но после операции молодой человек так и не пришёл в сознание. Мать Жени считает, что всему виной врачебная ошибка. Что именно медики сделали не так, точно не может показать даже экспертиза. Кто говорит, что захлебнулся, потом сердце остановилось, кто говорит, передозировка, сердце остановилось, просто ничего не было. Мать Жени не может работать. Всё время она проводит у постели больного сына. Деньги на продукты и лекарства пока дают друзья и родственники. Врач-анестезиолога, который не успел вовремя заметить, что у Жени наступила клиническая смерть, суд признал виновным и запретил заниматься медицинской деятельностью. Но поскольку сроки давности этого преступления уже истекли, то практически назвать это наказанием достаточно сложно. Врач продолжает работать в той же больнице и также участвует в операциях. Ольга Герасимова подала в суд на возмещение морального и материального ущерба. Всего полтора миллиона рублей. Эти деньги ей нужны, чтобы хоть как-то поддерживать жизнь сына. Вину врачей она считает доказанной, ведь они начали реанимировать пациента только тогда, когда мозг был уже фактически мёртв и потеряли слишком много времени. Где они были? Почему хирурги делали операцию, что на второй минуте кровь должна уже густеть, кислорода нет? Почему на это никто внимания не обращал? Ответы на эти вопросы мать Жени, наверное, уже так и не получит. Екатерина Рутинян, Андрей Купаев, Пётр Харитонов, 5 канал.